Миллениум 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 То, что сейчас происходит в Бресте, это не апофеоз. Это только пролог успешного динамичного развития нашего города во втором тысячелетии. Для этого у нас есть все. Политическая воля руководства и самое основное. Вы, жители города Бреста, вместе все у нас получится. Вместе мы сила. Итак, мы начинаем. Миллениум. Большие торжества по случаю празднования тысячелетия областного центра стартовали с важных официальных мероприятий. С участием главы государства был торжественно открыт западный обход. Открывая комплекс, Александр Лукашенко поблагодарил строителей за особое отношение к работе и отметил, что этот непростой объект возводили сами брещане. Все подрядные организации, работавшие на строительстве моста, представители Брещины. Это не просто дорога, это здоровье жителей города Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств с города и направляем их в обход. Вы выполнили не только мое поручение, а сдержали свое слово. Построили путепровод, который слезал берега реки Муховец, погранпереходы Варшавский мост и Козлович. Когда я приехал сюда первый раз, и вы мне о своих планах рассказывали, как это будете делать, я немного сомневался, что вы сможете это сделать в срок. Но оказывается, вы этот уникальный объект построили с опережением на два месяца. Молодцы. Значит, умеете это делать. После посещения западного обхода главу государства ожидали на площади Ленина, где состоялось торжественное открытие праздничных мероприятий тысячелетия. Сила и мощь города в его стабильности. Президент подчеркнул особенно. Брест этим отличался всегда. Здесь не только хранят традиции, но развивают новые технологии. Экспериментируют, творят. И, конечно же, день рождения – повод для приятных подарков. Одним из самых трепетных и волнительных моментов церемонии стала передача городу экземпляра Брестской Библии – одного из старейших изданий Беларуси. Более 400 лет судьба книг Брестской типографии была неизвестна. Теперь же Брестская Библия займет достойное место среди экспонатов Музея истории города. Она была вручена директору учреждения Светлане Тамчук. В такой знаменательный день примите еще один дар, достойный такой великой дар. Это экземпляр Брестской Библии. Той Библии, о которой я говорил, отпечатанной здесь почти полтысячелетия назад. В год Малой Родины эта вечно живая книга возвращается к себе домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. И преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным в том числе благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели, выкупили, можно сказать, и привезли на Родину этот великий подарок. Пусть Брест и дальше процветает, развивается, восхищает гостей и брещан. Позвольте мне от всей души, как вашему земляку, поздравить всех вас с великим праздником. Желаю всем счастья, мир и благополучия. Еще раз подчеркиваю, помните, нам выпало великое счастье взять наш молодой цветущий Брест за руку и ввести его в новое второе тысячелетие. В это же время и в этот же час по всему городу стартовали праздничные мероприятия. Сегодня в Театре кукол после масштабной реконструкции особенно оживленно в стенах многофункционального культурного комплекса уникальное, грандиозное, яркое мероприятие – международный фестиваль театров и книг «Книжный шкаф». Около 30 спектаклей по детским книгам, 70 литературных и культурных событий, 6 площадок для выступлений, большой книжный маркет. Программа разработана для всех членов семьи, для детей и взрослых, для умников и умниц, чтобы каждый провел время интересно и незабываемо. На протяжении трех дней участники первого международного фестиваля театров и книг «Книжный шкаф» демонстрировали таланты, создав грандиозный театральный праздник. Среди них большие трупы из пяти стран – Эстонии, Польши, России, Израиля и, конечно же, Белоруссии. Для такого события костюмы и образы готовили не один месяц. Все для того, чтобы поучаствовать в фесте, удивить и покорить искушенного зрителя. Идея в том, чтобы популяризировать чтение и детскую книгу и привить детям любовь к книгам через игру, через театр, через спектакли, через различные интерактивы. Наш фестиваль рассчитан на деток от нуля лет. Мы впервые делаем такой проект, когда выступают у нас бэби-театры, и детки, которые даже еще не умеют ходить, могут полюбить театр и прийти сюда на свой первый в жизни спектакль. Все театральные коллективы без исключения участвующие в фестивале показали свои фишки и сюрпризы. Участники подчеркивают, для них театр – второй родной дом. Они в хорошем смысле болеют им. Именно поэтому для своей аудитории привезли самые лучшие представления. Одно из них – моноспектакль на белорусском языке «Сокрет» по сказке французского иллюстратора Эрика Батю. Это трошечку традиция хатного театра. Мы передаем ее маленькая форма, просто история прозрительная, которая не яснует такого великого конфликта, такая минималистичная история. Фестиваль «Книжный шкаф» – это не только театральные представления. Это ярмарка лучших книг для детей, презентации, театральные и литературные дискуссии, встречи с актерами, авторами книг, иллюстраторами и издателями. Кроме того, у зрителей была поистине уникальная возможность увидеть этюды, которые разыграли роботы. Несмотря на то, что представление «Три истории жизни лисенка и гномика» длятся всего лишь несколько минут, оно привлекает зрителей экспериментальностью. Такого в Беларуси еще не было. Сначала детки пугаются немного. Они привыкли, что обычно это люди, либо это куклы. Они привыкли работать, точнее, играть с людьми, а тут все-таки это железо. И это удивительно для них, но сначала с осторожностью. Но потом, конечно, они минутку постоят, и уже да, да, это привлекает внимание, это хочется смотреть, это где-то хочется потрогать. В спектаклях, как и в спорте, важен хороший старт. На этот случай сомнений нет. Организаторы фестиваля подготовили максимально разнообразную жанровую программу, где каждый выбрал то, что ему приходится по душе. Зрители увидели самые необычные, захватывающие постановки. Атмосфера веселья и торжества наполнила зал общественно-культурного центра в городе Юбиляре. И это не случайно, ведь здесь собрались лучшие творческие коллективы области для принятия участия в торжестве фольклорного искусства «Таночек». Мало кто знает, что «Таночек» переводится как «Хоровод», а потому своими заводными танцами мы начнем наше мероприятие. Путешествие к истокам. Именно так можно обозначить то, что происходило на сцене. В фестивале приняли участие детские и молодежные фольклорные коллективы, аутентичные группы, исполнители произведений разных видов народного искусства. Все они изучают, принимают и популяризируют художественную культуру Брестской области. Значность этого мероприемства оценить в неких словах «Увогу ли не махчима», потому что это не просто мероприемство, это покажет нашей духовной испадчины, ее переемности, это детки, это подлетки, которые переказывают, перетанцовывают, переспевают аутентичные тексты, которые сами записали от своих бабуль. И в принципе душа просто спевает нам тысячи и тысячи годов. И это не только по книжках, по неких крыльницах можно прочитать, это можно почуть, побачить. И на самом речи это так, там узначенность тут просто неоценимая. Кроме того, в общественно-культурном центре проводили мастер-классы и выставки работ не только молодого поколения, но и их предков. Все это было организовано с целью возрождения и сохранения традиций, а также для привлечения внимания людей к исторически-культурным корням своей родины. По традиции улицы Гоголя и Советской – самое оживленное, потому и в дни праздников они сохранили свой статус. Не случайно здесь расположился город торгово-промышленный и город ремесел. И легко объяснить, почему именно здесь польский потомственный шляхтич Кристоф Радзивилл посадил в дни торжества дерево. «Красивая дата Тысячелетия Бреста, а потому сердечные пожелания всем жителям этого европейского города Бреста». Ряды города-ремесел народного творчества растянулись по обе стороны от памятника Тысячелетию Бреста. Мастера с разнообразным товаром приехали из многих регионов области порадовать горожан и тех, кто посетил город в праздник. На память о Тысячелетнем Бресте можно было приобрести изделия ручной ковки, льняную одежду, вышитые ручники из кассерсти, украшения, обереги и сувениры с символикой города-юбиляра. «Расскажите, что вы делаете?» «Раду. Это праду, это льон. Из этого льня вытки, чтобы жнитки вот, а потом чему свои платья, кофты, сурочки. Вот это все вытканное». «А петушки у нас говорят «пукареку». «Пу-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку». Такая необычайная ярмарка не могла оставить город равнодушным. Людей было много, но еще больше был их интерес к ремесленникам, а мастера, в свою очередь, с удовольствием рассказывали про свои изделия. «Сложно ли выполнять такую работу?» «Да». «То есть изделие очень красивое, я смотрю». «Да, то есть такое все нефабричное, все индивидуальное. Каждая деталь прорабатывается, все сваривается, шлифуется, покрывается лаком. То есть очень все непросто, скажем так». Праздничные ярмарки продажи товаров промышленных предприятий и производственных организаций расположились рядом с рядами ремесленников. Ковыри Бреста, Беларусьбанки и многие другие развлекали горожан и рассказывали о своей продукции. Действительно, Пешеходная Советская уже с самого утра стала центром притяжения. И это оправдано. Здесь каждый уголок был наполнен удивительной праздничной атмосферой. Стоило только пройти в какой-либо переулок, он сразу же завораживал, притягивал внимание, радовал не только глаз, но и душу. На музыкальной площадке, расположившейся у кинотеатра «Беларусь», юные дарования восхищали собравшуюся публику своими вокальными данными. Здесь расположился город талантов со своими творческими, креативными молодыми исполнителями, инициативными ребятами. Наш город наполнен талантом. Каждый человек развивается в своем творчестве. Мне кажется, что наш город наполнен тысячелетиями. Мы все очень готовы к этому. Тут замечательные люди, тут замечательные места. Я не могла не принять участие в этом замечательном празднике. Это очень много значит для нас всех. Для брещан это очень круто. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Масштабно. С песнями и танцами отметили тысячелетие в парке 1 мая. Эта территория для мальчишек и девчонок, для умников и умниц, превратилась в настоящий город. Город детства, собрав сотни энергичных и целеустремленных молодых людей. Наш город, это город молодой, город молодежи и детства. И конечно же, где как ни в парке культуры и отдыха, было сделать такой небольшой уголок, именно посвященный нашим деткам, которые очень талантливые, очень креативные, интересные. Сложно представить дни празднования тысячелетия города без музыкального мероприятия. Юбилейный, десятый раз, молодежный проект «Город света» собрал многочисленную аудиторию на центральной площади. Инициаторы праздника отмечают. Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и своеобразное продвижение искусства. Уже по традиции на сцене выступают отечественные и зарубежные артисты, которые преодолели сотни и тысячи километров. Брест – это просто топ всегда. Мы отдыхаем здесь с семьей, мы обожаем Брест. И это, наверное, первое место после Минска, где бы я хотел иметь дом. Фестиваль вырос, начиналось все какими-то такими усилиями, какой-то группой людей, которые хотели сделать классный, красивый, чистый фестиваль в городе. Посмотрите сейчас, что творится. Тысячи людей на этой площади – это победа. Топовый российский диджей Перец, белорусская группа Анутеки, известный брещанин Исай, зарубежные исполнители Джесси Кэмпбелл и бывший солист известной группы Диперпл Джон Лин Тюарнер действительно зажгли и раскачали публику. Брест – прекрасный город. Я возвращаюсь в него четвертый раз, и каждый год он становится красивее. Хочется пожелать его горожанам всего самого лучшего. Европейский город. Для меня лично, когда я приехал из Москвы, то есть, ну, все равно здесь какая-то, знаете, вот, европейская тишина. Я не могу это пирать. Ну, вот как в Германии где-то, может, в Польше. Мне очень понравилось. Мне понравились люди. Они очень доброжелательные. Очень классно здесь. Честно, я бы здесь жил, если бы не моя работа. Я поздравляю город, поздравляю всех жителей этого города, Поздравляю всех гостей города Брест и желаю всем каждый год встречаться здесь, проводить каждое новое вот это праздничество, ну, и здоровья, счастья, успехов и побед. Оригинальное исполнение артистов дарит массу положительных эмоций и впечатлений десяткам тысяч человек. Яркие, интересные, неординарные и, конечно же, музыкальные характеристики масштабного праздника. Город Света не помогут никакие эпитеты, метафоры. Здесь надо быть и это надо слышать. Атмосфера очень теплая здесь. Очень много брещан, приезжих видно. Ну, и все очень рады, довольны. Ну, и мы тоже отдыхаем, гуляем, празднуем вместе. День рождения города. Праздник замечательный, такой масштабный. Сегодня такой праздник, тысячелетие. Мы самый старинный город, мы принимаем гостей, мы очень гостеприимные люди, брещане. Поэтому, а артисты какие замечательные. Долго ждали этот праздник, очень все нравится. Концерты, город Света, друзья, родные, много родных приехало на этот праздник. Поздравляем город с тысячелетием и желаем его дальше процветать и быть красивей. К празднованию знакового юбилея преобразился не только город, но и его культурные достопримечательности. Музей истории Берестий пережил настоящую реновацию. Конечно, центральный экспонат городища остался неизменным, однако его дополнила визуализация замка. Мы прорабатывали концепцию новую с такой идеей, что у нас будет древность, современности. То есть, принцип хай-тека даже присутствует в нашем музее. И поэтому сейчас, когда мы заходим в наш музей, то мы видим самый главный экспонат, где все сохранилось по-прежнему, немножко дополнено. Ну, а уже залы сами, они показывают не только те предметы, которые были найдены археологами, но они дополнены инсталляциями. То есть, мы можем погрузиться прямо в ту следу, которая здесь бытовала. Потому что и гончар, и кузнецы, и пряха, и купец, который приехал к нам торговать здесь в Бересте, они все стилизованы под тот период, о котором мы рассказываем, 13 век. Кстати, прослушать экскурсию здесь можно на пяти языках. Механизм использования прост. Сегодня все залы музея Берестея оборудованы специальными QR-кодами, наведя на которые можно получить дополнительную информацию. На самом деле все очень просто. Мы наводим QR-код на специальную картинку, открываем ее и получаем ссылку о том, что это шестой зал и о том, что здесь расположено. Такого ажиотажа в Берестея не видели давно. Желающих посмотреть на обновленный музей было столько, что у входа стояли очереди. Необычный праздник проходил на улице. Рыцарские турниры, демонстрации экспозиции, фотозоны, смотровая площадка. Кого-то только можно было встретить. Сегодня возле музея Берестея оживают даже самые необычные персонажи. Например, здесь можно сделать фото с настоящим рыцарем. Скажите, можно с вами сделать селфи? Конечно. Красочное место, музыкальный фонтан на главной улице города стало еще красивее. Именно здесь, под открытым небом, расположился город Вернисажей, куда принесли свои работы брестские художники и мастера из других городов. Скажем так, свободная площадка, да? То есть для всех художников, всех желающих показать свое творчество, а вот именно конкретно в этот день праздничный. Гости города и горожане проявили интерес к творчеству художников, несмотря на то, что открытие проходило ранним утром. А продолжением города Вернисажей стала выставка под названием «Арт Брест-1000», которая открыла свои двери в выставочном зале на улице Советской. Здесь представлены 102 работы 63 художников из Бреста, Минска, Витебска, Могилева и других городов. Живописные графические полотна, гобелены, керамика и многое другое собрано в общий подтекст исторической памяти города. Основной темой, я скажу, за все эти годы большая часть работ у меня о Бресте. Имею работы разных периодов о Бресте, но сейчас я именно хотела выставить работы того Бреста, который помнят не все. Вот, может быть, показать молодежи, вот, чтобы им было с чем сравнить, как оно было у их родителей, может быть, в их юности. Прогулка по Советской, вечер у фонтана, музей Бреста – это далеко не весь список полотен, которые представлены в экспозиции «Арт тысячелетия города Бреста» в выставочном зале областного общественно-культурного центра. В рамках празднования «Тысячелетия» в храмах всех конфессий прошли церковные богослужения и молебны за дальнейшее развитие и процветание города над Богом, о его горожанах и гостях. В них побывала и наша съемочная группа. Так, в Свято-Николаевской церкви службу совершил архиепископ Брестский Кобринский. Иоанна Первый удар колокола возвестил о новой страничке в истории тысячелетнего Бреста. Сегодня не только праздник, я хотел бы сказать об этом. Но и большая ответственность лежит на всех нас. Потому что мы смотрим назад, мы взвешиваем всю историю, события, истории, которые были в этом городе. И, конечно, мы должны думать и смотреть вперед, что оставим мы нашим детям, внукам, правнукам, тем, кто сменит нас здесь, в жительстве, в этом городе. Также от имени Белорусской православной церкви архиепископ Брестский Кобринский вручил Александру Рогачуку, мэру города, орден святителя Кирилла Туровского. Председатель госполкома в ответ преподнес Иоанну ценный подарок – энциклопедию Бреста. Опираясь на веру, можно двигаться вперед. И тот факт, что сегодня в нашем городе строится шесть новых храмов, говорит о том, что город растет, город развивается. И сегодня, получив эту высокую награду, ваше высокопресвященство, я хочу заявить, что и во втором тысячелетии, опираясь на все, что сделано нашими предками, нынешним поколением, наш город не потеряет темпы. Он всегда будет городом духовным, городом православным. Как с игород духовно присоединились представители практически всех конфессий. Не осталось в стороне и брестская иудейская религиозная община, которая молилась о мире и благополучии горожан и города. Равин Хаим Рабинович провел молитву и принял искренние поздравления от руководства города. После официальной части в стенах синагоги началось музыкальное представление. В совершающей части мероприятия мэр города Александр Степанович Рогачук подчеркнул, что мы стали свидетелями значимого события для брестской иудейской общины. Те исторические основания быть здесь, которые имеет эта община, они настолько очевидны, что совместными усилиями нам удалось сделать так, чтобы наши брестские евреи обрели свой дом. И я очень рад, что со временем этот дом станет украшением нашего города, потому что те архитектурные наработки, которые будут здесь реализованы, они возвращают нас в аутентичное первичное состояние этого здания, как синагога. Она и есть синагога. Я думаю, что это будет очень красиво. Спортивные состязания, показательные выступления спортсменов и их чествования, игровые конкурсы, презентация различных видов спорта – это и многое другое проходило на территории Брестского хоккейного клуба. На площадках собралось огромное количество детей и их родителей, что, несомненно, показывает интерес поколений к активному образу жизни и подтверждает, что Брест – город спортивный. Видно, что развиваемся. Наша задача – привлечь детей, рассказать им, чтобы они выбирали, чем заниматься, и, может, свою жизнь потом связали с спортом. Здесь расположились площадки баскетболистов, дюдоистов, стрелков, шахматистов, а также боксеров, гимнасток и многих других. Каждая из площадок показывала свои умения и мастерство для того, чтобы, посмотрев, ребята проявили желание научиться тому же. И, конечно, нельзя забывать, что такое масштабное мероприятие проходило не случайно, а потому спортсмену с удовольствием поздравляли любимый город. И еще одно спортивное мероприятие. Легкоатлетический марафон во второй раз объединил самых стойких и спортивных людей из разных уголков мира. Полторы тысячи человек вышли на старт, чтобы получить заряд энергии и попробовать свои силы в чем-то новом. Показать людям, что есть альтернатива дивану. Показать людям, что есть много людей, которые бегают, получают удовольствие именно от бега, получают удовольствие от здорового образа жизни. Что надо уже как-то менять свой образ жизни и заниматься спортом. На выбор участникам предложили преодолеть три маршрута в 5, 10 и 21 километр. Старт и финальная точка дистанции – территория Грибного канала. Тренинг, конечно, всегда хорошая. Когда ты выигрываешь, всегда тренинг хорошая. Ну, бежалось, я скажу, 50 на 50. Почему? Потому что у нас был чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике на прошлой неделе. Я там бежал 10 тысяч метров, кто немножко ещё не восстановился. То, что спорт не имеет границ, доказали люди с инвалидностью. Активные участники полумарафона – они не могли обойти стороной спортивный праздник. Такие мероприятия, безусловно, заряжают и объединяют абсолютно всех. Узнал про полумарафон. Прошлый раз услышал, но не успел зарегистрироваться. В этот раз с удовольствием принял участие. Ну, потому что решил поддержать, так сказать, тысячелетие города. Это всё-таки грандиозное мероприятие. И решил поучаствовать. Инициаторы сделали всё возможное, чтобы спортивное мероприятие было интересным и увлекательным. Парк Тысячелетия собрал на своей территории молодое поколение брещан. И не случайно. Здесь развернулась масштабная площадка для научно-развлекательного шоу, реконструкции средневекового быта, экологических акций для музыкальных и спортивных программ, а также для тематических мастер-классов. Центр инновационного творчества представил сюда ковальную мастерню, интерактивную площадку «Майн Штормс» робототехника и студию современного танца «Навигатор». Сегодня мы рады делиться своим творчеством с брещанами, поздравить их с таким прекрасным юбилеем. Это очень прекрасный праздник тысячелетия города. Я надеюсь, что все его просто обширно будут отмечать, праздновать. Интерактивные площадки демонстрировали фокусы, эксперименты и проводили мастер-класс по изготовлению слаймов. Волонтерами брестской организации «БРСМ» была представлена реконструкция средневекового быта с элементами оружия и снаряжения, а в центре парка выступали танцевальные и песенные коллективы. В общем, расскажите, как вам праздник, как мероприятие, довольны ли вы? Конечно. Все просто прекрасно. Да, замечательно. Танцуют, поют просто. Как впечатления вообще, эмоции какие? Замечательные эмоции. Меня вокалистка, а вы не передай. То есть вы рады? Конечно, да. Такой праздник, тысячелетие. Может быть, есть какие-то позлания брещанам? Брещанам? Чтобы почаще вот такие праздники были, конечно. Каждый день. Вот было бы просто прекрасно. Третий день празднования тысячелетия города можно смело назвать фестивальным. На площадке возле технического университета в очередной раз прошел открытый городской фестиваль воздушных змеев. Основная идея творческого мероприятия – показать и доказать, что у Брестской молодежь не сидит на месте, а творчески развивается во всех сферах. Возрастает количество участников из года в год, потому что не только школы в этом заинтересованы, к нам присоединяются еще семьи в городе Бресте. И сейчас это очень популяризируется, техническое творчество, и поэтому с каждым годом все больше участников. Фестиваль этот, в первую очередь, это популяризация технического творчества в городе Бресте. Это способ самореализации детей, у которых есть способности к техническому творчеству и желание этим заниматься. Мы им представляем такую возможность. Это их минута славы, так сказать. Ну и плюс еще гражданское воспитание, патриотическое воспитание, занимательный досуг. Много еще чего полезного связано с этими моделями. Плоские коробчатые змеи со спецэффектами и заводского производства. Около сотни участников удивляли разнообразиями оригинальности у воздушных конструкций. В каждого змея было вложено огромное количество труда, фантазии и времени. Змей просто плоский, разукрашен в честь тысячелетия города Бреста. Нарисовал тут Брестскую крепость, салют. Вот. Участвую в этом мероприятии ежегодно, потому что нравятся мне воздушные змеи. Да, во-первых, настроение. Ради этого стоит проводить на свежем воздухе, побыть, общаться друг с другом, посмотреть, как другие запускают змеи, какие они делают, сравнить свои способности с другими способностями других участников. Организаторы уверены, фест, приуроченный к тысячелетию нашего города, стал особенным. Знаменательная дата вдохновила не только представителей различных учреждений образований, но и семейной команды на участие в мероприятии. Карнавалы проводятся в самых разных странах мира. Они показывают ярчайшие образы, которые так или иначе можно ассоциировать с традициями, культурой и жизнью горожан. В Бресте такая практика появилась несколько лет назад, и с каждым годом интерес к ней увеличивается. Назвать этот карнавал так и хочется по-бразильски ярким. И почему-то кажется, что даже в Рио-де-Жанейро сделали бы комплимент участникам Брестского шествия. Брещане сотрудники самых разных предприятий, компаний и заведений города не просто прошлись по центральным улицам. Машины кораблей плыли, девушки в экзотических костюмах зажигали танцами на палубе, сказочные персонажи приветствовали всех, байкерские моторы ревели и стояли клубы яркого дыма. На разыкрашенных автомобилях, платформах было феерично. Задавали трэмпы и оркестранты. Градусное строение как? Как эмоции? Все сто. Зашкаливает. Мне очень нравится. Серьезно, зашкаливает, да. Почему? От чего? От этого всего, чего мы видим. Конечно, прекрасно. Хороший подарок городу. Кого-то выделить мы можем? Нет, не хочу никого обидеть. Все прекрасно. Брест самый лучший. Очень все классно. А почему Брест самый лучший? Потому что он единственный и неповторимый в нашей прекрасной стране. И он наш. Мы его любим. Спасибо всем за праздник. Мы вместе. Я не знаю, как вам, а мне кажется, что это одно из самых ярких событий миллениума. Вот что скажете? Это очень здорово. Вообще Брест очень похорошел за это время. И все, что сделано в городе, это очень замечательно. И наши дорогие граждане Брещане и гости, мне кажется, очень позитивно все воспринимают. Спасибо за такой хороший праздник. Мне кажется, что Бресту тысяча лет и Брещане сегодня гуляют на тысячу процентов. Это так? Да, да. Как вам праздник? Отлично. Вообще прекрасно, весело, современно, стильно. И много старины было. Мы многое узнали. Пришли с детьми на праздники. Очень красиво. Карнавальное шествие, участникам которого аплодировали десятки тысяч зрителей, растянувшиеся на несколько километров, это одно из ключевых событий миллениума, которое даже без машины времени смогло погрузить горожан в прошлое. Тема средневековья. Это всегда очень колоритно и самобытно. Я знаю, что вы приехали лично к нам из города Видевска для того, чтобы лично принять участие в таком международном карнавале. Расскажите, как настроение, как праздник и от чего решили принять участие? Настроение отлично. В первую очередь я хочу поздравить дорогих прещан с этим знаменательным событием. Витебск уже давно отпраздновал это. Теперь наступила очередь Бреста, поэтому искренне поздравляю с праздником. Мы приехали из города Витебска, мы представляем клуб исторической реконструкции Воргенторн. Мы занимаемся воссозданием эпохи викингов, это с 9 по 11 века. Это регион современной Беларуси, это влияние скандинавской, баутской, древнеславянской культур. И поэтому мы рады представить различные виды костюмов, которые могли существовать и на территории современного города Бреста. То есть, грубо говоря, сейчас идут по дороге брещане образца 10 века? Да, брещане тысячелетней давности. Я предводитель уездного дворянства Брест-Литовска Алексей Петрович Штерн прибыл со своими гражданами для того, чтобы поздравить жителей Бреста, сказать большое спасибо за то, что они продолжают традиции, начатые нами, и пожелать им благополучия и удачи во всех их начинаниях. Словом, на карнавале Бреста был представлен по всем направлениям – исторически, молодежной, спортивной, промышленной, культурной. Кажется, все, кто не принимал участие в шествии, выстроились вдоль центральных улиц, чтобы зафиксировать яркие моменты события на телефон. Вам не кажется, что это одно из самых ярких событий тысячелетия? Да, конечно, нам очень нравится. Ура, тысячелетия Брест! Организаторы всем дали понять, что это с первых аккордов будет грандиозно. Грандиозно, да. Подготовка-то большая была, в городе это чувствовалось, и результат вот мы видим. Кого-то можем выделить из предприятий, из организаций? Ну, то, что нам понравилось, это, наверное, Инкофуд. У них самая красивая платформа, самая яркая, самая красочная. Да, да. То, что сразу дает драйв, жизнь, чувствуется праздник. Чего вы хотите пожелать лично любимому городу? Любимому городу? Прответания, благополучия, чтобы у всех все было хорошо, праздничного настроения на ближайшие дни. Самое главное, чтобы жизнь города была такой же яркой, как и карнавал, верно? Да, красочная. Погода способствует, все здорово. Я не ошибусь, если назову этот карнавал, карнавалом в отзыве. Да, карнавал очень интересен, эффектный для города, замечательный к тысячелетиям. Чего хочется пожелать городу? Милетию. Цветания, таких же праздничных светлых дней. Как всегда отличились и многие крупные предприятия города. До Санта Брэммер, к примеру, запустила по центральным улицам большой корабль, который обыгрывал традиции рыбного промысла. Работники предприятия примерили голландские наряды и перевоплотились в настоящих рыбаков и хозяек. Не уступали и сотрудники Белалка. По живому коридору шагали закованные в доспехи рыцари, как бы сопровождая большого зубра, расположившегося на открытой платформе автомобиля. Зубр, конечно, не настоящий, но эмоции вызывает самые живые. Каждое предприятие оригинально оформило свое мини-представление. Глаза разбегались. В колонии были моряки, пираты, феи, ростовые игрушки, жонглюры, рыцари, невесты и даже ангелы. Карнавал просто прекрасен. А городу хочется пожелать счастья, процветания, талантливой молодежи и прекрасного будущего. По-настоящему скреативить удалось и работникам Брестского мясокомбината. Но здесь, как говорится, лучше один раз увидеть. Ключевым моментом карнавала, посвященного тысячелетию Бреста, стал выход сотрудников предприятия «Берестейский пекарь». Ко дню рождения любимого города они подготовили огромных размеров торт. Его высота более 4 метров. Пританцовывали возле которого симпатичные сотрудницы в платьях пирожных. Мне кажется, что «Берестейский пекарь» особенно готовился к этому карнавалу за нашими спинами огромных размеров торт. Расскажите, как предприятие готовилось, как вам лично карнавал? «Берестейский пекарь» очень пламенно готовился к этому празднику, потому что он очень любит свой город. И это один из главных праздников в его жизни. Финишные аккорды грандиозного шествия состоялись у центральной площади Ленина. Здесь жители и гости поздравили Брест с тысячелетием. Но какой же праздник без подарков? Не поскупилось предприятие «Белджи». Его руководители преподнесли Бресту новенький легковой автомобиль. Эту машину отдаем нашей центральной городской больнице для участковых наших врачей. Этому карнавалу удалось создать на лицах людей улыбки и раскрасить Брест во все цвета. Если у кого-то до сих пор есть сомнения, что праздники в небольших городах можно отмечать грандиозно, самое время приехать в Брест. Здесь точно есть чем удивить. С днем рождения Брест! В 2019 Брест стал не просто ярким городом, он получил статус многонационального. И это подтвердил фестиваль дружбы, организованный представителями Государственного университета имени Пушкина. Для участия в форуме искусства были приглашены лучшие студенческие коллективы Брещиной, а также вузов России и Украины, туркменские ансамбли. Конечно, студенты, молодежь у нас должны быть первыми, самыми главными. Почему? Потому что за молодежью будущее города. Очень отрадно, что наш город развивается, он молодой, он прирастает. У нас положительный естественный прирост населения, единственный областной центр в республике, который имеет такие показатели. Значит, у нас дети, у нас будущее, а за нашей молодежью и будущее нашего города. Действительно, у нас очень дружны иностранные и белорусские студенты. И даже сам факт тот, что в этом году к нам приехало учиться в два раза больше иностранных студентов, чем в прошлом году, говорит о том, что иностранным студентам действительно комфортно учиться у нас, в нашей стране и в нашем любимом городе Бресте. Праздничный концерт положил начало творческому диалогу. Коллективы очень разноплановые, и у каждого есть чему поучиться. Такие фестивали для нас интересны из-за того, что разные национальности, разные люди, новые знакомства. На память о большом празднике все коллективы получили дипломы участников и, конечно же, памятные подарки с логотипом Пушкинского университета и эмблемой тысячелетия. Брест отмечает свой тысячелетний юбилей, что называется, на широкую ногу. Масштабное празднество растянется на несколько суток, и горожане гуляют целых три дня. Традиционно очень шумно и оживленно на Брестском Арбате. Здесь все напоминает о том, что в городе большой и такой красивый праздник. Для того, чтобы назвать праздник красивым, есть множество причин. Одна из них – музыкальная. Брест в дни праздника был наполнен искусством. На городском Арбате в первый день торжества выступили оркестры страны СНГ. Красочный музыкальный форум, который проходил на протяжении всех трех дней, стал настоящим украшением тысячелетия. Без лишней скромности это событие можно назвать одним из ярчайших в рамках «Миллениума». Кульминацией трехдневного парада оркестров, представители которых приехали в город над Бугом из разных стран мира, Беларуси, России, Казахстана, стал торжественный марш. Он состоялся в самом сердце Бреста, улицы Ленина, в строю 11 именитых духовых оркестров. Большая честь нам поучаствовать в марше тысячелетия. Наш оркестр, военный оркестр штаба Северо-Западного округа, войск Национальной гвардии, был основан в 1926 году. Это один из старейших военных творческих коллективов России. Какие могут быть ожидания. Дарить радость людям, чтобы люди улыбались, люди почувствовали праздник. С удовольствием будем, соответственно, выступать перед вами, делать интересные программы. Программы будут разнообразные в каждый день, соответственно. Большое жествие, на которое пришли посмотреть сотни людей, завершил галоконцерт. Он начался с приветственного слова председателя Брестского горсполкома Александра Рогачука. Мы впервые в истории нашего города, впервые в Бресте апробируем интересный и, как мне кажется, беспроигрышный вариант этого замечательного жанра парада оркестра. Он зрелищный, он красивый. Я благодарен вам, уважаемые оркестры, которые привели к нам на праздник. Спасибо, что вы с нами. И я почему-то надеюсь, что этот парад, этот формат мероприятий будет у нас традиционным. Потому что точно так же, как кто-то считает, что тысячелетие отпразднуем, и дальше в городе все станет, этого не будет. Точно так же, первый год второго тысячелетия, ровно через год, мы будем праздновать так же ярко, эмоционально, как мы празднуем сегодня миллениум. Всех с праздником! Лучший обрез станет в место! И вот тот самый момент, когда все 11 коллективов замерли по мановению дирижера. Руководил парадом автор идей, главный дирижер Брестского городского духового оркестра Валерий Коваль. Брестская крепость на фоне звезды, вот такая сцена стоит, такое шоу. Это будет вообще грандиозно. Наша Брестская крепость заслуживает такого действия. За два часа каждый коллектив оригинально представил свою визитную карточку. Звучали как известные отечественные композиции, так и современные русские и зарубежные мелодии. Задала темп рота почетного караула. Они выступили первыми. Сказать, что это была просто музыка, впечатляющая особой парадной торжественностью, нельзя. Это было настоящее шоу от классики до джаза, от старинных маршей до популярных произведений современных авторов. Зрители аплодировали так, что казалось, будто окна ближайших домов дрожат. И неудивительно от такого представления, хочешь не хочешь, сердца забьются в унисон. Потрясающе! Спасибо огромное властям, огромное всем брещанам за такой праздник. Это просто великолепно! Фантастика! Мне кажется, я говорила со своей коллегой, что на все вкусы и на все уже всех удовлетворили. И молодежь, и пожилых людей. Спасибо огромное! Всех праздникам! Спасибо большое за такую прекрасную организацию. Создает настроение, чувствуется грандиозность. Отличная программа, отличное мероприятие. Хорошее настроение. Всем передаем привет. Я родилась и выросла в этом городе. И, конечно, я очень горжусь и очень рада вот этим концертом, который был. И духовой оркестр с удовольствием пришли сегодня послушать, что вчера не успели. Благодарны тому, что мы живем в таком городе. Семейный фестиваль «Любовь есть» расположился на территории всеми любимой набережной. Здесь преобладали красно-белые цвета символики предприятия, обрезки, мясокомбинат. Для детей, молодежи и для взрослых организовали большое количество зон активностей. Батуты, карусели, гироскутеры, аквагрим, а также спортивные конкурсы, силовые упражнения, групповые занятия и много веселья ожидало брещан и гостей города. Кроме развлечений и отдыха, в рамках фестиваля было запланировано открытие нового арт-объекта «Сердце Бреста». Оно и мощное, и хрупкое одновременно, так же, как и в жизни. Сегодня у нас проходит не меньше мероприятий, и почему-то мне так кажется, что и вечерний фейерверк, который будет впервые вот здесь, с этого места, тоже будет не хуже, чем вчера. В этом залог нашей философии, что город замечательный, лучше его нету, этого города. Но я очень рад, знаете почему? Что хорошая идея – это заразная тема. По задумке мы открывали арт-объект, наше сердце, это в нашем слогане «Любовь есть». И параллельно хотели сделать семейный праздник, как признание в любви нашему любимому городу. Сделать в этом хорошем месте, на обновленной набережной, пригласить семьи с детьми, чтобы они здесь поучаствовали в разных программах. Конечно же, представить тысячелетие Бреста без его традиционных фестивалей в дни празднования было бы невозможно. Ценителей Мельпомены радушно встречал Брестский академический театр драмы. Международный фестиваль «Белая Вежа» в этом году особый. Насыщенная программа пестрит именами выдающихся коллективов, многие из которых представители городов-упротимов. Я рад, что мы окунемся с вами в волшебный мир Мельпомены. Я рад, что мы с вами соприкоснемся с волшебным искусством театра. Я думаю, что Брест заслуживает того, чтобы эта жемчужина «Белая Вежа» была с нами. Была с нами и в тысячелетии, нынешнем, и в тысячелетии, в следующем. Почетного права открыть фестивальную программу был удостоен Витебский национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса. Симон Музыка в их исполнении получил новое звучание. В отличие от других запланированных мероприятий, фестиваль «Белая Вежа» будет проходить целую неделю. К слову, на отдельной постановке еще можно приобрести билеты. «Белая Вежа» отличается большей какой-то праздничностью. Мне кажется, для людей разнообразные виды искусства, в том числе на заключении мы, очень редко у нас бывает, потому что технические возможности наших площадок города не позволяют. Но я думаю, что привезти классический балет с Москвы – это дорогого стоит. Я думаю, что зрители, любители балета будут удовлетворены полностью. В тревожном волнении ожидали брещане главное шоу юбилейных торжеств – музыкально-историческую композицию «Миллениум». Тысячи людей пришли на грибной канал окунуться в атмосферу праздника. Буквально считанные минуты остаются до начала музыкально-исторической композиции «Миллениум». Грибной канал собрал большое количество людей, которые готовы отпраздновать юбилей города. Сцена «Миллениума» поражала своей масштабностью и красотой. Светомузыкальный фонтан на авансцене удачно дополнял и передавал, благодаря экспрессе и струю, то радостное течение мирной жизни, то кровавые периоды истории Бреста. Повествование истории тысячелетнего города началось со страниц книги, которая напомнила о произошедших событиях. На глазах зрителей построился древний Бересте, город получил магдабургское право, а после на сцене красочно показали этапы войн и сражения брещан. Канули в лету армии захватчиков, только в летописях остались их знамена. А Брест вот уже тысячу лет остается символом стойкости, прощения, миролюбия, духовности и веры. Новейшие технологии создали эффект погружения для того, чтобы зрители забыли, что это концерт и пережили каждое событие. То воскресное утро 1941-го. Рассвет, который юные брещане встречали после выпускных, навсегда перечеркнул эти мечты и планы, навечно разделил их жизнь на до и после. Трагедия 20-го века, Великая Отечественная война, свои первые шаги сделала именно на Брестской земле. Разбитые судьбы, покалеченные жизни, как много горя пришлось пережить жителям нашего пограничного города. А им так хотелось жить. Режиссеры и постановщики смогли учесть все до мелочей. Музыка, свет, игра актеров, все настолько искренне и гармонично, что действительно завораживает дух. Последние аккорды композиции группы «Джеймор» звучали в унисоны сердцами зрителей. Так близка трагедия Великой Отечественной войны белорусскому народу. Так много пришлось пережить людям, чтобы встретить новый день. Отдавая дань павшему живым, над сценой нависает тишина. Так громко и тревожно звучит минута молчания. Город со своим прошлым, город со своим настоящим и своим будущим. Брест. Несмотря ни на что, развивается и растет. Каждый этап большой истории был вкладом в то благополучие, которое сегодня имеют брещане. Они и сами неотъемлемая часть этой истории. Люди создают традиции, люди создают уклад, люди привносят в город жизнь и то, что сегодня называют атмосферой и колоритом. Я с радостью сегодня побывала в Брестской крепости. И, вы знаете, прониклась с такой огромной благодарностью к Брестской земле, к людям, которые здесь живут, к поколениям, которые перенимают это удивительное ощущение Родины. Ты это здесь чувствуешь очень сильно. И не так часто у нас есть возможность действительно по-настоящему задуматься о том, какое же это счастье, что у нас мирное, светлое, чистое небо над головой, такое, как сегодня, в этот день тысячелетия любимого Бреста. С праздником тебя, дорогой город! А город – это всегда люди, которые в нем живут. Поэтому, дорогие друзья, всем вам любви, самой искренней, которая есть на этом свете. Крепкого здоровья, процветания. С праздником! Брест и Брещина подарили Беларуси большое количество талантливых людей, которые в праздничный день выходили на сцену и радовали удивительной музыкой, тонким душевным исполнением. Брест для них стал точкой отсчета творческой судьбы, в которой и теперь он занимает особое место. Все мои фестивали, конкурсы проходили именно здесь. Здесь я приобщался, так сказать, к экстрадному мастерству. Поэтому я очень люблю этот город. Он очень зеленый. Спасибо, что брещане сохраняют свои бульвары. Этот город заметно отличается именно вот этой красотой. И для меня всегда большая радость, когда удается приехать именно сюда, на Брещину, потому что здесь я отдыхаю просто душой и телом. Особый дух на сцене разделяла и публика. В праздничный день зрителями грандиозного события стали тысячи брещанных гостей города. Большой день рождения станет началом отсчета очередного этапа в жизни Бреста. Известные артисты, музыкальные и хореографические коллективы. Насыщенная праздничная программа масштабного шоу была продумана в буквальном смысле по деталям и воссоздана по крупицам. В великолепном исполнении прозвучали композиции всех, кто принимал участие в музыкально-историческом торжестве «Миллениум». Такого в Беларуси еще не было. Сказать, что празднование «Миллениума» проходит невероятно масштабно, грандиозно и просто феерично. Не сказать ничего. Музыкально-исторический проект в буквальном смысле завораживает глаз, никого не оставляя равнодушным. Зрители зачарованно смотрели музыкальный проект об истории современной жизни города над Бугом. Слушали всех артистов без исключения, стараясь ничего не пропустить. Я сегодня стала свидетелем потрясающего, грандиозного праздника, события, которое, несмотря на то, что я редко бываю в родном городе, запомнится мне на всю жизнь. Каждому человеку, кто видел сегодня это, это сделано с огромной любовью, с огромным уважением к истории города и с огромным заделом на будущее. Я желаю родному Бресту свести, быть современным. Только вперед. А мы, те, кто любит город, всегда рядом. На сцене прекрасная стоит обстановка, прекрасная праздничная обстановка стоит в зале. И, конечно же, я всех поздравляю с праздником, процветания, благополучия. Любите друг друга и будьте счастливы. Организация праздника была на высшем уровне. Свет, музыка и водная феерия в тандеме создавали эффектную и великолепную атмосферу, которая еще больше привлекала внимание зрителей, тем самым создавая особую, неповторимую таинственность. Кажется, что сейчас на Гребном собрался весь город. Настолько все массово. Да и вообще по поводу того, как Брест празднует свое тысячелетие, хочется сказать, такого Беларусь еще не видела. Да, в исторический национальный колорит, как в омут с головой. В том, что миллениум будет масштабным и грандиозным действом, пожалуй, не сомневался никто. Главные моменты тысячелетней истории Бреста организаторы уложили в два часа ярчайшей постановки. Казалось, чем еще можно удивить искушенного зрителя. Но то, что было после музыкально-эстерической композиции, смогло сыграть на струнах брестской души. Порядка десяти влюбленных пар узаконили свои отношения прямо на огромной сцене. В свете софитов, под прицелом фотокамер, под бурные овации тысяч людей. Субтитры создавал DimaTorzok Это был, пожалуй, самый трогательный и душевный момент праздника. Атмосферу трудно передать посредством слов и телеэкрана. В эти сокровенные минуты молодожены не только признавались в теплых чувствах друг другу, но и своему родному уже тысячелетнему Бресту. Мы очень рады, что нас пригласили на этот праздник. Городу хочется пожелать долгих-долгих лет много раз так же праздновать с таким же размахом. И всем, конечно, парам любви, взаимопонимания и всего самого хорошего. У нас получилось случайно, совпала дата, и мы очень рады. Прям эмоции переполняет. Мы очень благодарны организаторам этого праздника. Да, у нас были репетиции, мы репетировали каждый вечер за неделю до проекта. Чего хочется пожелать? Городу тысячелетия. Городу хочется пожелать процветания, а всем жителям здоровья это самое главное. Удачи, успехов во всем. Не менее красочным было и завершение праздника. Взгляд в ночное небо устремили десятки тысяч свидетелей грандиозного миллениума. Залпы праздничного салюта раскрасили небо. Супер праздник. Хочется пожелать родному городу расти, встречать свои года, новые тысячелетия, развиваться, быть таким же молодым, юным, красивым, доброжелательным. Бред! Самым лучшим. Чтобы наш город развивался с каждым годом все больше и больше. Чтобы наш город был очень большим. И, наверное, чтобы жизнь города была такой же яркой, как салют, который сейчас за вашей спиной, верно? Да. С днем рождения, родной город. Праздник очень хороший, очень удался. Нам очень все понравилось. Концерт отличный, город любимый. Хочется пожелать городу дальше, дальше развиваться, дальше все в том же направлении, все прекрасно. Я хочу пожелать этому городу, моему родному городу, и коренная брещанка, здоровье, процветание. Пускай он хорошеет, цветет, пахнет, пускай всегда остается таким красивым, любимым. С праздником, любимый Брест, с тысячелетием! Пусть каждый год, который ты стоишь на этой планете, делает тебя все краше и краше. Желаем, чтобы это место было родным уголком на земле и счастливой точкой на карте для каждого из нас. Пусть мы и точно знаем, что нет в мире города лучше, чем наш, но мы верим, что нет предела совершенству. С праздником нас, жителей самого удивительного города на земле! Субтитры создавал DimaTorzok